МТЛ-арена Курош пасует в этот раз на богатка И блок-аут Отыгрывается от рук Бокирующий доигровщик Других стран Ну вот Шахтер У Шахтера, да Один иностранец Тщательно готовится К подаче, Марченко подает Ну и здесь быстро атак первым темпом Казицын Забивает, по пазу попытался Мяч спасти, три касания мяча И розыгрыш Ну как сейчас, да Завершен После наката Набрать брейковое очко Подача к Курошу И снова здесь по пазу Из второй зоны Не составил труда Набрать очко 7-6 Очередь Рокина Так, прихватывают Сафонова тройным блоком За спину Курош Скидка Красиво было Это Марченко Ну, невысокий Никаких претензий по пазу Конечно, быть не может Ну, съемщиков Первым темпом Быстро снимаются Шахтера Выбитый прием Марченко Не справился Богатко Атакует Здесь по пазу Отловили На блоке Сейчас Новогорская Динамо Костяк С счетом 3-0 Почему бы Не выиграть В Минске Так, ну и посмотрите Марченко уже Второй раз В этой встрече Закрывает Виталия Попазова Нужно начинать Серию подач Сейчас попробует Это сделать Литвинов Нет, подача тактическая Ну и великолепно Играет Марченко Очень хорош Лучший снайпер Шахтеров Первым сетем Посмотрите Нового Единственное Могли сцепиться Только второй партии В том матче Дракунический Вальболист Но сейчас хорошо Сейчас все четко Савелий Позняков В четвертой зоне Атакует У гостей Вместо Фиеля Появляется В площадке Артем Маськода Игровщик Ну а здесь Богатко Очередной мяч Забивает По стену Ну и не только Да Нужен блок Здесь Казицын Забивает Довольно легко И все Первая партия завершена 25-19 Белорусы забирают И ведут они За счетом 1-0 Доигровщика Новая Савелия Познякова Силовая Либер Справляется Здесь Папазов Прихватывает Марченко На Блоки Антонов Бьет Появился Олег Очень Давно не играл Итальянец Так Ну а здесь Великолепная Скидка Богатко 1-0 Шахтер Повел Плей-офф Обойдя Газпром Югру Из Сурбута Первый темп От Фиэлла Это идеально Последний Кур Локомотив Сегодня С Новосибирцами Точнее Завтра Да Бома Играют Суркутяне Будет мяч В игру Еремина Силовая Выбитый Прием С выбитого Будет Позняков Ковать Ну а Переигрывает Тройной Блок Стык Попадает Савелий Нефтевартовская 30 очков Больше только Попадок Набрал 16 Но и у Познякова Было 3 удачных Действия на блоке Приеме 62% Очень хорошие Цифры Богатко Подачи 8-4 Шахтер Смотрите Как летит У Белорусов Здесь Вышедшего Замену Шербакова Не получается Удачно Сыграть В центре Сетки И счет Уже 9-4 И снова Богатко Великолепно Подает На этот раз Опытнейший Михаил Щербаков Забивает 5-9 Матужские Болельщики Болельщики Самарской области Выбитый прием Хорошая подача Познякова Ну и здесь Поднять мяч Не удается Антонову Забивает Все-таки Сафонов Продавил Что называется Сейчас Двойной блок Новый Хозяев Щербаков Первый темп От Фиеля Здорово 12-9 Шахтер впереди Марченко Короченную Так Ну здесь Носанш Схитрил И тройной Бролок Переигрывает Переигрывает Марченко Марченко Практически Неудержим В атаке 24-й 259 очков Денис набрал У последних матчев Здесь К сожалению Потолок Мяч Попадает Силовая Будет Хорошая Подача Есть доводка От Марченко И забивает Богатка Богатка В Антонова Справляется Олег Ну а Поздяков Забивает В этот раз Качество подачи От Досанши Не подкачало Единственное Есть Унова В этом матче Заборовского Сафонов У второго блока Досанш Мяч Поднимает Ну здесь Ошибка И забивает Сафонов Да Ну что сейчас Помешало Разыграть Мяч До верного От подачи Первый темп Ну посмотрите Одиночный блок От Фееря У Шахтера Очень хитро В Антонова Но Олег справился И набрал Второе очко С трудом Принял Еремин А вот Антонова Зачехлили И очередной очко На блоке Ставит точку В этой партии 25-16 Нефтяником Ну и Скорее всего Уралом Урал кстати Пытаться Последнюю путевку Плей-офф Завоевать В борьбе С Газпромом Югрой Ну и Саверий Поздяков Бощнейший удар Какой Так и первым темпом Да и заводит Саверий Заводит Таким Зычным рыком Все правильно В прошлом сезоне Вы помните Был Минский строитель Участником Суперлиги С Богатко Вколачивает мяч 2-2 Яркие победы Например Дома Без Митвинов Хорош Второй зоны Дома Надо Сегодняшний Поединок Хорошо, что Антонов В принципе Поднял Сложнейший мяч Ну а здесь Богатко Забивает Съемочку Показывает Второму суде Что два касания Там было Богатко Забивает 5-5 Олег Пишезон Не пополнил Нову Но пока Выходит На замену Не часто Вместо Досанджа И Австралий Основной Срезующий Хозяев Это Пайп И Забивает Забивает Богатко 6-6 Практическая Подача Казицына И 7-6 Да ну Уже практически Всех Кто есть На замене По-моему Выпустил В ходе Этого Поединка Олег Владимирович Соглин Маськов 7-7 Здорово Что он вернулся Матчем Плей-офф Поможет Конечно Команде Первый темп Афиеля Ну и вот Владимир Съемщиков Прихватил Кубинца Давненько Мы этого Не видели Да Здорово В защите Еремин Но Этот игрок Егор Ковалев Вопытно Так Ну и здесь Ловили Антонова На блоке Но тем не менее Отработали Хотя В защите Электринов Эти усилия Не сделал Напрасными Денис Забивает 11-9 Согласился Сейкураш Так Ну и здесь Переходящий мяч Перуц Забивает Масько Ошибается Ну видимо Скоро Марченко Вернется в игру Так Пойдет и дальше Так Ну здесь тоже Не идеальная доводка Мягко говоря Но тем не менее Сложный мяч Сафонов Забивает И вот эта вот Подача В этот раз Тактическая Но тоже Непростая Посмотрите Крутил Терентьев И смягчили блоком Здесь Антонов Не стал Отковать На Познякова И в защите Великолепно играет Забаровский А здесь Марченко Все-таки Находит Пальц Нашел Да Куда игрош Просто невероятно Ну здесь Великолепен Великолепен Денис Литвинов Из четвертой зоны По диагонали Отсказывает Олег Соглин Что-то Терентьеву Короченное От Познякова А здесь Марченко Ну Марченко Остановить Практически Невозможно Не буду Рассуждать На этом теме Поскольку Очень важный момент Середина Третьей партии И что Антонов попадает Да Показывает Олег Мяч был в площадке Самарской области Третьей партии 2-0 По сетам Ведет Шахтер Быстрая передача На Казицына Казицын Забивает Первым темпом Ивану Яковлеву Из Зенита Питерского У него Семь Один блок Съемщика Убивает Мяч В пол Позицию Подает Неплохо Ну здесь Литвинов Забивает И сет За Хозяевами 25-20 Продолжил Справа на очки Набирать Один-один Один-один Из Литвинов Подает Рукой Которая вся в пластырях Подача Поэтому возможно Не очень сильной Получилась Так Но вернулся На площадку Кстати С третьего сета Алексей Кураш Напомню Что В концовке Второй партии Выходил Егоров Самый длительный Наверное Один из самых Длительных розыгрышей Заканчивается Неудачным Пайпом Савелия Познякова Ну есть Кубинич Да остальные Граждане Белоруссии Антонов Скидывает Богатка Прочитал И Богатка Двойной блок Против него И Фиели Теперь закрывает Еще одна попытка Против одиночного Конечно Забивает Сафонов Да Только Антонов Остался Ну и сейчас Вполне себе В Марченко Да Ну Марченко Добротно Довольно Принял Ну здесь Савелия Позняков Молочи Казицын Подает Литвинов Против двойного Блока Здесь страхует Марченко За голову Кураши Защитлили Сейчас Литвинов Сапилдом Литвинов Набрал очко Защитлили Сафонова Ну и вернулся Суперлигу С которой В 19-м году Езжал Как блокирующий Кстати Дабл блокирующий Сейчас В диагонаре Александр Очко Набирает 7-13 Но нужна хорошая Подача Сейчас Это Тот компонент С которым Есть проблемы Походу Всего сезона Первым темпом Фиэль Не оставляет Шансов Снизу Принимает Кузняков Антонов И блок Фиэля Блок Фиэля 15-7 Алексей Курош Еремина Ну здесь Что-то совсем С передачами Может быть Досанж Вернется На площадку Ну Богатка Издевательски Легко Не забил Литвинов Да Здесь С такой подачи Забить сложно Антонов Просто оставил мяч В игре В защите Красавцы Варьболисты Новые В этом розыгрыше Потащили И Антонов С места Атакует Теперь будет Шанс у Шахтера Завершить Розыгрыш И Литвинов Фиэль Подает Да Ну с подачей Совсем Не клеится И у Терентьева Тоже Вышел Неплохо Олег Так вот здесь Удачное действие Олега Антонов И легкий мяч Забивает Болиста Шахтера Ну расклеились Совсем Подачи Фиэля Вот Олег Забивает Забивает Молодец Олег Попасть Попасть в плей-офф И эта задача минимум была выполнена командой в прошлой игре Самотлором помог Урал, который уступил на тайбрейке Олег Терентьев подает Авдоченко из второй зоны по диагонали пробивает И все, матч окончен 25-13 Забирает четвертую партию команда из Солигорска Солигорска